В честь 224-го дня рождения Одессы на Думской площади традиционно подняли флаг города. В праздновании приняли участие военно-морской оркестр, роты почетного караула, воспитанники военно-морского и военного лицеев, а также почетные граждане Одессы. Одесса единственный город в мире, после названия которого мы произносим самое нежное, самое доброе слово «мама». Одесса – многонациональный город. Одесса является примером толерантности и взаимопонимания. И мы этим гордимся. Сегодня с нами приехали разделить праздник представителей более чем 40 стран мира. Мы объединены, у нас общие цели и планы на будущее. Я хочу пожелать всем одесситам радости, удачи, благополучия, развития нашему городу, в котором живут лучшие люди, это одесситы. Здоровья всем, самое важное, и удачи. Пусть нас всех хранит Господь. С днем рождения наш город, город-герой Одесса. За последние годы мы увидели очень много преобразований в нашем городе. И это меня, я думаю, всех моих земляков, всех наших земляков не может не радовать. Поэтому в первую очередь, с днем рождения, с днем рождения, любимая мама. Это праздник жизни. Это тот праздник, который подводит итоги нашей работы за то время, что мы существуем. Я здесь, в Одессе, живу 60 лет без малого. Поэтому для меня Одесса – это родной дом, как и порт, в котором я тоже 60 лет работаю. В день рождения Одессы также два человека получили звание почетного гражданина. Директор компании «Стикон» Леонид Крючков и основатель армянского культурного центра Самвел Тигранян. «Честь быть почетным родонином города Одесса. Стикон всегда был, есть рядом с городом. Поэтому я сегодня в таких настроенных чувствах». «Для меня это большая честь. Я живу в Одессе 50 лет. Видел этот город в разных вариантах. Так что, еще раз говорю, это большая честь. И отцы-основатели города сделали очень много. И надо последовать их примеру, их последователям. Только увеличивать и никак не уменьшать те достижения. И тогда все будет нормально». Для одесситов выступили танцевальные ансамбли. На праздновании Дня города присутствовали представители 40 иностранных делегаций. Стоит отметить, что в этом году на праздновании Дня города не присутствовали ветераны войны. «Сегодня вот здесь, к великому сожалению, нет ветеранов Великой Отечественной войны. Можно было организовать, чтобы они все-таки были здесь. Потому что они защищали наш город. Это никогда не нужно забывать. Нужно помнить, что наш город Одесса – город-герой. Это очень важно, чтобы мы помнили». Празднование Дня города закончится грандиозным галоконцертом с участием украинских звезд эстрады. На сцене, установленной возле муровокзала, выступят «Бумбокс», «Настя Каменских» и «Макс Барских». В ротонде в курсаду пройдет грандиозный финал вокального конкурса «Пою о тебе, я, Одесса моя», который проходит при поддержке почетного гражданина города и области Сергея Кивалова.